Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Слушаю свою заставку И сколько уже несоответствий нашему времени И ходить на концерты классической музыки И то, что бывает ли, когда нет ни одного концерта классической музыки И, конечно, надеюсь, что все это временно Сегодня у нас в гостях прекрасный, интересный человек Блестящий пианист Известный всем вам Андрей Осокин Здравствуйте, Андрей Здравствуйте Частый гость нашей радиостанции Мы очень рады всегда новым встречам А сегодня будет такой формат, мне кажется, интересный И, на самом деле, несмотря на то, что Андрей часто приходит Рассказывать о своих концертах А сегодня он будет рассказывать о своей жизни О своей биографии О том, как он учился У кого учился Где учился Потому что, конечно, эту информацию можно прочитать в интернете Но, кстати, далеко не всю Поэтому мы как раз и будем с пристрастием сегодня Расспрашивать Очень хорошо И, конечно, надеемся, что скоро можно будет опять в нашу программу Включить афишу классической музыки Ну, а сейчас будем довольствоваться тем, что есть К счастью в Ютубе и много всяких записей И, в частности, у Андрея прекрасные записи Я пока готовилась к передаче послушала концерт Прокофьева Да, поэтому это всем очень рекомендую Андрей, а, кстати, какой у вас был первый концерт для... Пиана с оркестром Первый я играл Очень интересно Я играл концерт Чайковского Мне было 17 И я играл с национальным оркестром Они готовились к каким-то гастролям По-моему, в Японию И вот они просили Дарсонскую школу Какого-то такого пианиста Который бы мог им сыграть И можно было бы, так сказать, немножечко подготовиться Освежить Хотя, естественно, оркестр это играл замечательно Потому что они многократно В основном оркестранты уже этот концерт играют Но, может быть, было несколько новых участников И поэтому как-то хотелось обкатать Дирижер был замечательный Терри Миккельсон Очень такой темпераментный Вот, и мы в Мадене и в Риге сыграли Концерт Чайковского Так что я начал именно с концерта Потрясающе Очень удивительно Да, не с Моцарта, не с Гайна Как обычно это происходит А вот с Чайковского Удивительно то, что попросил оркестр обыграть Обычно пианист, например, перед конкурсами Просят обыграть Ну, когда пианист просит, обычно никто не соглашается Ну да, это очень редко Это тогда надо собирать оркестр Все безумно дорого Да, да, дорого Ну, как-то да А вот если это им нужно То, конечно, тогда в таком случае Это часто происходит И в Академии иногда бывает Что там вот недавно Замечательный дирижер Иммон Треснис Попросил ученицу мою Поиграть концерт Шопена Второй Потому что один из дирижеров Который еще учится Он готовился на конкурс Я очень надеюсь По-моему, он все-таки успел на него поехать Вот И ему нужно было освоить этот очень непростой второй концерт Шопена Потому что пианист там играет очень свободно Или пианистка А дирижер должен все время ловить И это страшно трудно Потому что там понять, что пианист хочет Иногда невероятно сложно К тому же на репетиции происходит что-то одно А на концерте совершенно другое У пианиста, понимаете, творческое озарение А дирижер должен каким-то образом соответствовать Вот поэтому как бы такое бывает, случается Ну, а у вас бывали какие-то Ну, можно сказать, нелепые случайности Когда вы играли с оркестром Вот именно вот такого рода Что оркестр вовремя не подхватил Нет, ну таких не было Но было несколько случаев Был, например, случай, когда В Англии я играл концерт Рахманинова И у рояля Лопнула струна Причем на ноте до А концерт Рахманинов второй Он как раз до минори Ну вот я играю в финал И стараюсь выпускать эту ноту до Из каких-то аккордов Чтобы, ну, не было такого фальшивого звучания Это было очень-очень-очень интересно То есть ты играешь И вместо того, чтобы как-то строить фразу Ну, она уже, естественно, строится Потому что сто раз сыграл В классе подготовился, да Ты думаешь, вот где будет эта нота Как бы ее не сыграть Как бы вот ту же ноту Той же гармонии Там, если это до мажор То ми или соль Ну, как-то вот так Так что было очень интересно Ну, вот такой был случай Потрясающе, да Это еще и не растеряться Ну, мне кажется, что удалось Достаточно, естественно, спасти ситуацию Ну, да Ну, не остановишься же Ну, в данном случае Может быть, в некоторых случаях Можно остановиться и сказать Что давайте мы починим рояль А иногда При том, что, наверное, я это понял Только в начале третьей части То есть не было такого Что в перерыве я мог встать А тут уже концерт играется И уже практически конец Уже оркестранты готовы Что сейчас все Закончится часть И они уйдут на перерыв А тут пианист встает И просит там что-то И покопаться в инструменте Давайте сыграем еще раз Вот именно Вот тут нужно как-то выкручивать А вы знаете Как раз бывают такие ситуации С органом Например, у нас в Московской консерватории Играла известная органистка российская Анастасия Черток В малом зале консерватории И в том органе есть механизм Который в определенное время Выключает мотор органа То есть технический перерыв И он был настроен Почему-то на время концерта Понятно И она играет концерт Я не помню уже Что это было за произведение И тут такой звук Как сдуваются мехи У-у-у-у И тишина Понятно И вот тут, конечно, Ей пришлось переиграть Но, к счастью, Ну, скрипачи, конечно, Вынуждены Когда у них рвется струна тоже. Или кудесничать, или останавливаться. И вот у пианистов. Часто у вас бывает, что рвутся струны на рояле? Рвутся струны. Вот такой раз с оркестром был запоминающийся. Так что-то иногда как-то... А, был очень обидный случай на отборе на один конкурс. Я играл с санатой Прокофьева. Причем там, как я понимаю, снималось это. То есть это жюри не сидело в зале, потому что в разных городах был этот отбор. Жюри там собиралось в каком-то одном месте и, значит, слушал эти записи. И в самом начале санатой Прокофьева лопнула струна, и поэтому все, что дальше я играл, казалось, что я все время мажу. Ну вот был такой обидный случай. То есть можно было бы сказать, что это рояль виноват. Ну а как бы, а что тут уже сказать? Вот такие случаи бывают. Ну да, у моей партнерши по ансамблю Кристины Балнас есть случай, который, так сказать, облетел весь скрипичный мир, когда она играла Полонесса в опере это был приз, большой музыкальный приз, и она уже практически заканчивала свое выступление, у нее лопнула струна, или даже что-то, ну что-то случилось со скрипкой, что продолжать играть было невозможно, и она обратилась к первому концертмейстеру оркестра, к первой скрипке, тот ей дал свой инструмент, и она закончила, и как раз это было вот она успела в тот момент, когда у оркестра маленький проигрыш, и потом все закончить. Это, конечно, удивительно, да, потом все спрашивали, ну, конечно же, это было срежиссировано. Она говорит, нет, нет, вот так случилось, а действительно на сцене ты соображаешь очень быстро и думаешь очень-очень-очень-очень быстро, да. Время растягивается фактически. Конечно, конечно, ты потом удивляешься, как вот я столько всего продумал. Иногда, например, когда тебе кажется, что ты забыл текст, я кажется, что, ну, там произошла катастрофа, потом ты слушаешь на записи, ну, где-то чуть-чуть заметно, что сыграна там не та одна нота, но потом все нормально. Что же, мне казалось, что произошла катастрофа, что надо бросаться, понимаешь, в реку, все, конец, кошмар. Ну, вот такие случаи были. А с роялем был один очень интересный случай. У нас было вместе с Катриной Гуппола программа «Сто лет спиаф», и мы были в Даугу в Пилсе, и когда я играл у инструмента, ну, как бы сказать, потерялся контакт с педалью, ну, то есть, как бы практически педаль отвалилась, да, и мне пришлось его чинить. Я снял пиджак, залез под рояль, под аплодисменты, починил, потом поклонился. Мне очень сильно аплодировали, людям очень понравилось, что, оказывается, можно что-то такое сделать, и продолжил. Так что вот бывает тоже решение. Тоже решили, что это элемент, постановочный элемент. Ну, я не знаю, не знаю, может быть, как-то так решили, но это, в общем, я попытался очень элегантно выйти. Вообще на сцене нужно из любой трудной ситуации выйти элегантно. Ну, в принципе, как и в жизни, потому что тогда это можно сказать, что так и было задумано. А если ты потерялся и просто стоишь и ждешь, это, конечно, самое плохое, когда пауза растягивается бесконечно. Нужно быть артистом. Ну, безусловно, безусловно. Кстати, артистические данные, как рано в возрасте, в каком возрасте у вас проявились? Ну, тут мне сложно сказать, потому что я все-таки учился в школе Дарзене у своего отца, и как-то... Ну, я... Со скольки лет? Я поступил в шесть, в шесть лет, но уже до этого меня мама научила играть, когда мне было пять. Так что как-то... Я надеюсь, что они проявились достаточно рано, но так как это обучение очень полное, очень разнообразное, знаменитая школа, так что там, я думаю, что уже это педагоги за этим всем следили, да, и это было необходимой частью развития, потому что нельзя играть скучно, неинтересно, надо играть ярко, надо играть с характером, надо играть с каким-то пониманием того, что ты играешь там Бетховена, а потом ты играешь, например, Прокофьевна, это должно отличаться. Мама у вас тоже музыкант? Мама тоже пианистка, да, она закончила Московскую консерваторию, причем по классу и фортепиано, и органа, так что вот она, можно сказать, ваша коллега. Как здорово. То есть у вас полностью фортепианная семья. Да, 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 так вот получилось. А не было желания, чтобы хоть или Георгий, или вы пошли на другой инструмент. Как-то такого желания не было, как-то такого желания не было, потому что, ну, не знаю, как-то вот рояль кажется таким интересным, может быть, потому что он еще очень прост в начальной стадии обучения, то есть если человек не продолжит заниматься музыкой эти, допустим, пять или четыре года, которые он проведет за роялем, они очень полезны. И поэтому, ну, он сразу же поймет, что такое до-мажор, что такое до-минор, ну, какие-то такие основные вещи, да. Вот все-таки, когда человек играет, например, на каком-то другом инструменте, он все равно рояль изучает, чтобы вот понять какие-то основные вещи о музыкальной гармонии и так далее, и так далее. Вот поэтому вначале рояль самый простой инструмент, а потом он самый, может быть, один из самых сложных, ну, как и орган. А часто бывает такое, что родители стараются не обучать своих детей, потому что, ну, очень сложно совместить и родительскую функцию, и стать педагогом, наставником. Как у вас это было? Обычно так и происходит, что всегда родители отдают каким-то своим коллегам, или отдают, может быть, в какую-то смежную область, например, там, композитор, а у него сын, там, звукорежиссер, например, да, то есть и то, и другое связано со звуком, но все-таки немножко разные профессии. У нас как-то так получилось, очень естественно, вот так, 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 такой уникальный случай, что моему отцу не было, не было трудно разделить эти функции, занятия в школе, очень серьезно, очень строго. Он очень строгий, наверное, у вас. Он в школе очень строгий был, да, 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 конечно, там нельзя было опаздывать, нельзя было прийти неподготовленным, сразу был какой-то, так сказать, выговор и так далее. А дома совершенно все по-другому, да, то есть вот как-то это не сочеталось. А дома он не слушал вас? Нет, дома мы никогда не занимались вообще. Вот именно вот, может быть, вот вы спрашивали, почему дома нету куча роялей, может быть, именно поэтому, потому что вот есть какое-то такое разделение, что работа идет в школе или в академии, в концертном зале, в студии, а дома нету работы не так, что вот как-то. То есть вы даже в детстве дома не занимались? Нет, нет, нет. У нас было, наверное, три случая, и это были там какие-то подготовки к конкурсу какого-нибудь, например, канун Рождества, когда все закрыто, а там через, или сразу после Нового года, там через несколько дней надо ехать на конкурс, и вот все закрыто, нужно дома позаниматься. Ну, вот только такой был, ну, раз или два. Удивительное дело. Мы как раз с Андреем до начала передачи обсуждали то, что вот сейчас в условиях кризиса ему негде заниматься. Ну да. Академия закрылась. Да, да. У нас... И рабочее место закрылось. Андрей сейчас преподает уже почти шесть лет или более шести лет. Да, да, шесть лет как раз будет заканчиваться. Шесть лет преподает в академии и специальности, и музыкальную педагогику. Вот. И я удивилась, потому что в России принято детей, особенно таких талантливых пианистов, то им сразу первым делом покупают рояль. И на многих конкурсах, кстати, ведь призом у детей в юношеских конкурсах давно стало уже рояль. Сейчас уже нет. Это все-таки немножечко раньше была такая практика. Сейчас практически никогда нет такого, что вот я во многих конкурсах был. Все-таки денежный приз как-то это более такая гибкая форма, а не рояль. К тому же, если конкурс очень большой, то туда приезжают многие фирмы-производители рояля, и тогда они будут спорить, а какой же рояль подарить. А если конкурс не очень большой, то ему не потянуть хороший инструмент, даже как главный приз. И раньше это было знаменитый случай, что Прокофьев закончил Петербургскую консерваторию и получил, значит, как приз с золотой медалью, как-то что-то такое, да, очень замечательные экзамены. Вот получил, мол, как подарок рояль Станве, и вот он очень этим гордился. А не было ли у вас желания после того, как вы отучились в дарзаню своего отца, а потом не учиться уже в Академии Гнистных, видите, я какая-то как россиянка, да, еще укоренявший, укореняясь только в Латвии, все время есть Академия, то сразу Гнистин. Вот. И уже в Латвийскую Академию не поступать на бакалавр, то есть сначала как бакалавр закончить, да? Бакалавр, конечно, тогда, да. А сразу поехать учиться в ту же Лондонскую Королевскую Академию, как вы поехали в магистратуру? Нет, ну мне очень хотелось в нашу Академию, она замечательная, там очень интересная педагогика, не только, так сказать, моя папа в кафедре, в фортепиано, но и другие, очень интересно было знать их мнение о моей игре, Каунцем, Зандмане, Жвиков, ну я в Островске, всех могу назвать, прекрасные педагоги, очень интересные музыканты и всегда они дают какой-то любопытный, любопытный новый взгляд, а это самое главное для музыканта, поэтому мне очень хотелось бы поступить, и к тому же есть очень много предметов, которых не было в школе, тоже интересно послушать, курс лекций, нет, нет, у меня никогда не было такого желания, что вот я даже не закончил, дальше я уеду вообще и в Ригу никогда не вернусь, нет, наоборот, как видите, я уехал, поучился в Лондоне в два раза, да, сначала год, потом три года, потом там немножко пожил, а потом вернулся, потому что мне кажется, что интересно и работать здесь, передавая опыт в той же музыкальной академии, и играть здесь концерты, замечательная публика, как-то мне кажется, что... Ну и, собственно говоря, способствовать развитию культуры. Безусловно, безусловно, то, чем занимается мой отец уже более 30 лет, вот мне очень приятно, сказать, вместе с ним, да, продолжать эту традицию, это замечательно, когда в очень многих местах его учеников мы встречаем, и это всегда прекрасно, и ученицы. То есть фактически вы будете продолжать традиции отца и в концертном отношении, и в педагогическом. Ну, я очень, очень надеюсь, что я, так сказать, достойно буду нести эту традицию, потому что он, безусловно, выдающийся педагог, его ученики играют, во-первых, играют очень много, что уже огромное достижение, да, во-вторых, играют очень по-разному, то есть он человек, который может научить молодого пианиста раскрыть именно свою индивидуальность, а не стать копией своего педагога. Вот я помню, что в фильме про Остраха Крэмер очень интересно высказывался именно об этой теме, о том, как важно педагогу раскрывать конкретного ученика, а не делать копию своей блистательной, уже придуманной самим большим мэтром концепции, да, все-таки, чтобы не было 20 твоих копий, а чтобы было 20 ярких индивидуальностей, которые один на другого не похожи, это самое лучшее. Да. Как рано началась ваша конкурсная жизнь? Она началась не очень рано, она началась вот когда я закончил школу, я поехал на разные конкурсы, в том числе вот в Порто был очень интересный конкурс, там вторую премию взял в Бирмингеме первую премию, вот, ну, как-то она, эта конкурсная жизнь была с 20 до 30 лет, потому что это вот как раз тот период, когда конкурсный отрезок, да, 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 конкурсный отрезок, очень насыщенный, много различных премий, где-то первые премии, где-то другие, но тоже очень почетные, большие конкурсы, ну, это вот такой был очень интересный период, такие мои университеты, так можно сказать, всем очень советую, потому что это конкурсы часто ругают, потому что в них, конечно, очень много несправедливости, много необъективности, ну, естественно, кому-то нравится красное, кому-то нравится зеленое, много такой уже, скажем так, мафиозной несправедливости, потому что кто-то поддерживает своих учеников, кто-то поддерживает учеников своего большого друга и так далее, и так далее, и очень часто гораздо более, ну, во всяком случае, ты очень удивляешься результатам людей, которых пустили в финал или кому дали первую премию, но, с другой стороны, конкурс очень сильно мотивирует на то, чтобы играть лучше, чем ты можешь, потому что это для музыканта вообще самое главное, самое сложное. Ты, в принципе, вроде можешь играть, ну, нормально, можешь играть концерт всем слушателям, более-менее нравится. А как вот из этого такого нормального исполнения стать каким-то замечательным пианистом, который мог бы считать себя там в десятке лучших на своем поколении, это невероятно сложно, это все время надо себя, так сказать, заставлять заниматься, все время надо заставлять играть лучше, все время надо искать какие-то новые пути в интерпретации. Но это также в любой профессии, то, что я говорю, любой наш слушатель может представить на свою жизнь. Вообще такое вот игра и, ну, компетиторство, как это сказать по-русски, то есть такое соперничество, этот дух, он очень важен, он, особенно в молодости, он как-то, он интересен, он дает вам какой-то стимул развиваться, и вы понимаете, что вот вы, может быть, не выиграли, но стали играть лучше. А тут выиграли и стали играть, что вообще здорово. Победа – это понятно. Первая премия, даже пятая премия, это все равно. Конечно, конечно. А вот проигрыш. Я всегда на это смотрел как на одну из ступенек, как на… Всегда был благодарен конкурсу, потому что это позволило подготовить новый, очень интересный репертуар, позаниматься с другими какими-то интересными педагогами на мастер-классах. Я очень на многие мастер-классы ездил, так что это тоже. Главное во всем видеть положительную сторону, потому что если даже на первую премию можно расстроиться, что там, я вот знаю случаи, когда потом после того, как человек получил первую премию, он там страшно ругался по поводу того, что ему надо заплатить 20% налогов. Но бывает, что человек вот так вот смотрит на это. Да, мне кажется, что все-таки всегда надо смотреть положительно. И даже вот в нашей ситуации сегодня, когда у нас нет ни одного концерта, когда непонятно, когда закончится этот карантин и когда понятно, что самое главное – это сейчас заботиться о здоровье, желательно найти какие-то новые… Вот вы правильно сказали, что все пианисты, все музыканты теперь будут играть лучше, потому что они сядут дома и, наконец, позанимаются. Они будут бесконечно ездить по гастролям и играть в 20 программ. Одну за другой программой. Да, да, да. Хотя, может быть, им надо бы играть только одну и в ней расти. Да, вот в этом смысле конкурсы хороши, что вы растете в одной программе, вы, так сказать, ее выбрали и уже с ней работаете. Ну вот, возвращаясь к нашему времени, я очень надеюсь, что люди смогут найти какие-то новые занятия для себя, которые, может быть, они откладывали, давно этого не было, или жаль, что сейчас нельзя поехать к родителям или к бабушкам, к дедушкам. Можно позвонить? Можно позвонить, вы совершенно правы. Можно поговорить долго. Я вообще обратил внимание, что сейчас люди по телефону хотят говорить гораздо дольше. Обычно после минуты ты чувствуешь, что человек уже хочет закончить разговор, а тут человек тебе начинает рассказывать какие-то случаи в своей жизни, ты вообще не ожидаешь этого, это так приятно. Так что, ну, какие-то радостные вещи, я надеюсь, в наше такое мрачное время можно будет найти. Во всяком случае, я это всем желаю. Да, ну а, кстати, вот у вас сейчас появилось свободное время. Какой программе уделите внимание? Ну, пока свободное время так вот по-настоящему еще не появилось, я очень надеюсь, что оно появится вот, так сказать, на следующей неделе, потому что каждый день какие-то вещи, сначала это было связано с переносом концертов, нам удалось очень многие концерты перенести, например, концерт в Цесисе, наконец, августа, 27 августа. Это с эстонским оркестром как раз. Да, с эстонским оркестром, да, Бетховен, и концерт оперы удалось перенести на 7 декабря, Три Асокина в оперы с друзьями. Такая замечательная идея была, наконец-то, как кого-то, не только чтобы три человека были на сцене, но и наши партнеры по ансамблю, партнерши, да, ну вот это будет 7 декабря. И другие концерты в Добело удалось перенести, хотя я очень надеюсь, что он состоится 4 июня, хотя вот сейчас вот все это обсуждают, когда все откроется и вообще откроется ли, а Олимпиаду уже отменили, так что вопросов много. Ну вот, так что это была очень серьезная и длительная работа, потому что надо со всеми согласовывать, договариваться и так далее, и так далее. То есть большая менеджерская работа. Очень-очень серьезная менеджерская работа. Очень жалко, что остановилось множество проектов, которые были запланированы на осень, но которые еще не были, так сказать, в финальной стадии, еще не было договора, не было утверждения. Это были какие-то идеи, и они такие интересные, но они, к сожалению, все, я надеюсь, что переносятся на следующий год, а те концерты, которые уже, так сказать, распроданы, очень многие были весной распроданы, они переносятся на осень. Ну вот такая вот ситуация, так что каким-то образом дальше мне, так сказать, интересно, как мы начинаем работу с нашими учениками, или это, ну пока два способа это, может быть, в разных, не только в скайпе, потому что в скайпе достаточно неудобно, и там все время звук затягивается, но тем не менее, то есть это как бы урок дистанционный, или же это мой ученик или ученица записывает какую-то пьесу, мне посылает, я как-то комментирую, ну какой-то такой способ, это все что-то очень новое, это новые технологии, которые надо освоить, новый аппликейшн, который надо скачать в телефон и так далее, и так далее, вот, плюс понимаю, что, может быть, скоро объявят, что вообще из дома нельзя выходить, как-то я старался побольше гулять эти дни, ну как-то пока, во всяком случае, есть такая возможность на море и так далее, и так далее, ну то есть вот как бы пока, пока я пытаюсь себя, самое главное, самое опасное сейчас, мне кажется, всем это, все это чувствуют, самое опасное сейчас лечь на диван, включить телевизор и все, и проснуться через месяц, но в два раза толще, в два раза тяжелее. Открыть фейсбук и не выходить оттуда. Ну да, вот именно, да, это опасная вещь, если вы открываете фейсбук, но делайте это на берегу моря, это, так сказать, у нас замечательная, так сказать, связь всегда с интернетом, в Латвии одна из лучших в мире, так что воспользуйтесь этим, не обязательно сидеть дома, во всяком случае, пока нам не говорят, что нам обязательно сидеть дома, и дышать можно только через форточку, вот я надеюсь, что все-таки этого не наступит. Ну, Андрей, кстати, вот вы рассказывали, что там переносили, то я правильно понимаю, что у вас нет менеджера? Нет, менеджер есть, менеджер есть, мы вместе с ним работаем, но это вопрос, который нужно договориться и с концертным залом, например, вот с этим эстонским оркестром, и с дирижером, и с его менеджерским амбиентством, и с самим оркестром. Я в данном случае не могу своему менеджеру сказать, что вот ты придумай какую-нибудь дату, а я в любом случае на это число смогу. Это такая вещь. И безусловно, если уж касаться менеджера, у меня замечательный менеджер Леонардо Кестера, но это очень важно, как-то придумать какие-то новые идеи, что можно осуществить за это время, какие программы сейчас подготовить, это всё как бы такое, чтобы не потерять это время, чтобы оно прошло интересно. Совместная работа. Знаете, меня всегда интересовало, три Асокина, как вы не конкурируете друг с другом? Мне кажется, что мы можем конкурировать в восприятии слушателей, в глазах смотрящего, но не между собой, потому что один пианист дополняет другого. И вообще есть эффект накопления, это вам любой экономист объяснит, что если много пианистов, им всем хорошо, потому что много спроса, много публики, которая хочет их услушать, много слушателей, которые интересуются этой фортепианной музыкой. Если в Латвии только один пианист, ему как раз гораздо сложнее, потому что никто не хочет слушать эту фортепианную музыку, никто вообще не знает, что это такое. Ну если бы представить такую фантастическую ситуацию, сейчас мы живём в настолько фантастическом мире, что всё можно представить. Ну конечно, и таким образом один другому помогает. Интересно послушать Георгия, потом послушать Андрея, потом послушать Сергея, а потом послушать их всех вместе на одном концерте. Можно уделить четыре вечера, и это всё будет очень интересно, очень разное восприятие. Я думаю, что как бы тут главная заслуга нашего отца, Сергея, нашего папы в том, что ему удалось сделать двух братьев очень непохожими. Мы очень по-разному играем, очень яркие индивидуальности, и это позволяет, это делает эту программу Триасокина уникальной, потому что вы слышите на одном инструменте людей с одной фамилией, но трёх разных поколений, и которые играют очень по-разному. То есть вы слушаете три концерта за один вечер, и это очень интересно, особенно когда мы потом в конце играем все вместе, втроём, это вообще невероятно. И безусловно, это ощущения, которых нет, например, у меня на моём сольном концерте, поэтому мне эти концерты очень дороги и очень интересны. Это всегда что-то очень необычное. Так что вот тут у нашего отца, папы заслуга. Ну вот, а кстати, можно сказать, что, например, ваш конёк репертуарный, Бетховен, ну это я так говорю. Можно, можно. Какой композитор как бы, ну не хитовый, а именно характерный для личности вот у каждого из Осокиных? Ну мне сложно сказать, потому что я думаю, что вот у фортепиано такой замечательный инструмент, когда вы можете играть очень многих, очень многих композиторов играть. Ну хорошо, любимый композитор у каждого. Ну вот в этом году, наверное, у меня любимый композитор Бетховен, потому что это год Бетховена, и вот все уже об этом забыли, 250 лет Бетховену, но надеюсь, что осенью как-то это наверстаем. Вот я думаю, что это очень индивидуальный вопрос, и он индивидуален в какой-то конкретный момент. Так же, как, например, артисту, актёру, который читает со сцены стихи, но вряд ли он скажет, что вот он чувствует себя хорошо только в Пушкине. Он, скорее всего, скажет, что ему так нравится читать Бродского, это же совсем всё по-другому. А если почитать ещё Левитанского, это вообще замечательно. Да, это разные миры, это разные какие-то вселенные, разные ощущения себя в этих вселенных. Где-то ты огромный, как, так сказать, такой надутый сверхчеловек, который просто давится своим эго, а где-то ты вообще в стороне, а весь мир крутится вообще без тебя. Но это всё по-разному. Поэтому это очень здорово, что музыка разная, очень здорово, что мы можем играть музыку от Баха и от его предшественников до Шостаковича и композитора 21 века. Мне кажется, что это самый главный кайф именно в том, что она очень разная. А когда вы пришли к исполнению уже неакадемической музыки? Ну, это было как бы уже в школе, потому что всегда на переменках что-то там играется, там кто-то играет мумитроля, кто-то что-то из Цоя пытается подобрать. Ну, конечно, это всегда, так сказать, кто лучше. И в пианистам в этом смысле очень удобно, потому что мы как бы можем как-то разнообразнее это сыграть на рояле. Вот это гораздо проще наиграть что-то из мумитролля на рояле, чем, например, и на, так сказать, я не знаю, на волторне. Ну, это просто гораздо проще. Но потом самое главное, это было сотрудничество с Катриной, это наша программа «Сто лет с пиава», это первый такой прорыв неакадемическую музыку, когда мне нужно было как бы создать целый оркестр, который обычно садит пиав, аккомпанирует ей, поддерживает ее замечательный голос. Ну и потом разные какие-то интересные вещи. Вот сейчас я готовлю программу, посвященную Гершвину. Это тоже будет такая наполовину неакадемическая программа. Вот сейчас пойду после вашего интервью учить. А сколько времени вы репетируете, раз пойдете учить? В день? Ну, иногда получается там по 8-9 часов, иногда получается совсем мало, там 2-3 часа просто потому, что нет возможности, есть какие-то другие дела или ученики, или вещи, связанные с менеджерством, с каким-то организацией концертов. Какое-то время я очень много общалась с известной балериной Светланой Захаровой, премобалерина Большого театра. И она говорила, что даже когда она едет отдыхать, то хотя бы 2 часа она должна стоять у станка. Как у вас? Есть ли такое, что вы должны поехать и ищите судорожно кафе, где можно поиграть? Нет, я на столе, да? На столе. Я думаю, что нет, я думаю, что у меня есть некий набор гимнастических упражнений, потому что пальцы – это ведь только окончание аппарата, а ведь есть и спина, и плечи, и так далее. Это все тоже должны суставы быть очень гибкими, чтобы гибко и виртуозно играли руки. И, безусловно, необходимо каждый день этим заниматься. То есть на клавиатуру не обязательно каждый день, а вот эта гимнастика, она обязательно каждый день. Но, конечно, всегда приятно, когда есть возможность хотя бы час, хотя бы полчаса поиграть где-то, какой-то перерыв, потому что это необходимо. Это немножко как спорт, где все-таки нужно поддерживать свою форму. В этом смысле всегда очень завидую композиторам, которые написали свое произведение, и все. И он дальше не должен показывать, как он может на скорость написать все эти ноты за полчаса. Он уже их написал, они уже напечатаны, и все хорошо записаны, звучат. Он может только радоваться, попивать вино, и все замечательно. А нам нужно быть в хорошей форме. Но, с другой стороны, у композитора есть другие особенности. Ну, это, кстати, о композиторах. Вы достаточно часто исполняете музыку латышских композиторов, и даже для вас пишут, да? То есть недавно была премьера Юриса Карлсонса. Да, замечательная симфония. Вы всегда соглашаетесь, когда вас просят сыграть произведения современных композиторов? Нет, не всегда. Иногда мне показывают произведения. Я никогда не говорю, что вот это ужасно, это очень плохо, никогда не буду играть это отвратительное сочинение. Нет, мне всегда интересно, но не всегда, к сожалению, эти произведения как-то подходят к программе. Иногда они немножко выпадают стилистически. Иногда мне кажется, что я в них не могу сказать что-то такое особенное, чтобы это произведение запомнилось, потому что у нас же огромная ответственность. Если мы играем плохо, то все думают, что композитор плохой, да? В случае с Моцартом наоборот. Все знают, что он хороший, это я плохой. Если я как-то неудачно играю его сонату. А если я играю плохо, например, Юриса Карлсона, ну, значит, Юрис Карлсон что-то не очень написал. То есть огромная ответственность. И поэтому я стараюсь играть произведения, которые очень близки к моему какому-то психофизическому состоянию. Но стараюсь не ругать, потому что для меня это тайна. Как человек может взять и написать ноты, и это может превратиться в какое-то произведение. Это что-то уникальное. Ну а насколько хватает смелости отказать, например, какому-нибудь метру, сказать, что это не совсем моя музыка, я не смогу это сыграть? Ну а метры всегда пишут так хорошо, что мне всегда хочется играть. Нет, пока не было такого случая, чтобы какой-то знаменитый композитор пришел бы, и я сказал, что ну нет, ну старик, ну как, ну совсем не то, ты что-то такое. Ты совсем не моя, да. Такого нет, такого не было. И к тому же, ну все-таки если у человека есть какое-то реноме, если у него есть очень много прекрасной музыки, если даже с первого взгляда мне не нравится, я заставлю себя еще-еще забраться внутрь этого произведения и понять, почему оно написано таким образом. Потому что, ну все-таки композитор с большим опытом обычно пишет что-то очень интересное. Что-то очень значимое, конечно. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу, и мы сегодня так легко общались с Андреем Масокиным, что я даже совершенно забывала представить о том, что у нас в гостях выдающийся пианист современности Андрей Осокин. Конечно, вы его часто слышите в концертных залах, сейчас его можно услышать во многих записях в Ютубе. И я призываю вас слушать и концерты с оркестром, и сольные программы Андрея. И, конечно, надеюсь, что мы в скором времени сможем услышать уже вживую. Еще раз повторю, что в гостях у нас был Андрей Осокин. Я прощаюсь с вами. С вами была Елена Привалова. До свидания, Андрей. Да, Елена, спасибо большое. До свидания слушателям. Счастливо, всего самого хорошего.